Страна, это не просто другая страна, а как некая другая цивилизация, другая планета. Все по-другому. И результатом этой поездки явился, во-первых, такой вот дневник арт-экспедиции с фотографиями, с историческими экскурсами. Тут есть много очень о Гумилеве, но не только о нем, о его предшественниках. О Булатовиче, о генерале Артамонове, о генерале Власове, о Бартюре Римбоу. Ну, то есть тут много исторических экскурсов. Ну, и в то же время там наши путешествия с ребятишками там офотографировались. Там очень много смешных каких-то моментов было. Не страшно было там вот идти к Африке? Ну, как, вот поскольку там было как раз это чрезвычайное положение, мы вот ехали, там много было перевернутых, сожженных машин. Вот. Попадались и люди с автоматами ходящие там. Но с нами был, вот я говорю, хороший гид, который... Он говорит, без меня никуда. Без меня никуда. Вас обманут, вас обборуют, вас все украдут. Без меня никуда. Ничего не покупать, ничего. Только когда мы там были, вот, например, на озере Ланган, это такое некое, ну, скажем, такое курортное место, мы там два дня провели, там, конечно, было все абсолютно спокойно, все уже. Михаил, я думаю, ты скажешь, с нами был мой хороший друг Калашников. Нет, нет, мы были без оружия, наше оружие было улыбка. И слово. Слово, да. Там куча каких-то потрясающих, смешных абсолютно ситуаций, истории. Тут вот все это описано. 12 негритят был. 12 негритят там не было, но там было много. Там было 12 тысяч негритят. Вот рыбу мы там... Да, это Василий Глазов. Вот такая. Вот рыбу мы там ловили. Вот такого сама я поймал. Пиранью не прикасывал. Не, не сама. Вот это как раз на озере Ланган. Там вот такие вот потрясающиеся всевозможные люди. Это какой год? Это был 2017 год. Ну, недавно. Вот книга художника «Кактус». Да, «Кактус». Вот настоящая такая книга художника. А одновременно еще съедобно можно съесть, и вообще сразу невидимые книги появятся. Вот это я оставил на этом «Кактусе». Слово «Миша» вырезал. Вот когда там вырезаешь, оно такое молочное. А потом оно уже застывает, и вот они такими коричневыми становятся. Да, очень красиво видите. Типографика потрясающая, да? Михаил, на «Кактусах» делал книги. А на льду не приходилось? Делали на льду, да. А на льду мы с Женей Стрелковым, моим другом из Нижнего Новгорода, мы там делали такой солярный знак на льду в Волге. И тогда было, ну, как бы, очень интересно. Мы делали там выставку в доме архитектора. И важно было, чтобы из окон этого дома архитектора он выглядел круглым. Для этого его нужно было сделать немножко рептичным, чтобы, так сказать, была проекция. И вот мы выкладывали там из золы этот такой солярный знак, а наш товарищ Леша Циберев, он смотрел, значит, из этого окна в подзорную трубу. И тогда еще телефонов не было мобильных. Но был пейджер уже. Уже пейджер был, а телефонов у нас мобильных не было. И он по пейджеру нам писал, там на юго-востоке чуть-чуть увеличить, там до севера чуть-чуть увеличить. В общем, мы так делали. Идут книгу такой. Ну, надо теперь в Антарктиду съездить. Там Тарктида. А это вот уже вторая часть. Это, кстати, вот на как раз на том же гейском языке это единица, а это двойка. А вторая часть, это уже... Практически как по-церковному славянски. А и Б. Да. Да. Похоже. Ну, Эфиопия, кстати, христианская страна. Это одна из первых христианских стран. Вот считают Армению первой христианской страной. Но Эфиопия была примерно в то же время, там христианство началось, что и в Армении. Даже говорят, что одно время Ковчег Завета туда... Ну, до сих пор считают, что он там Ковчег Завета. По крайней мере, наш великий путешественник Федоров уверяет, что он видел его, что ему, так сказать, разрешили посмотреть. А это уже выставка по следаму этого путешествия. Федоров, это 18 век. Нет, нет, нет. Федор Конюхов. А, Конюхов. Конюхов. Извините, я сейчас скажу. Ну, он с священником сейчас сталкивался. Да, да. Вот. И вот он уверяет, что ему дозволили посмотреть настоящий Ковчег Завета. Но у них в Эфиопии там, значит, вот в связи с тем, что они считают, что у них хранится, ну, наверное, он в самом деле хранится, это Ковчег Завета. А у них есть там совершенно такое таинство, которого у нас нет. В каждом храме есть такие вот эти таблицы, которые, собственно, в Ковчеге Завета хранятся, да? Ну, копии, естественно, этих таблиц. И они тоже скрыты, они находятся в тайном месте, но раз в год их, вот как у нас крестный ход устраивает, они также вот устраивают вот с этими табличками. Заввы, димитры. Да, вот это так. Заввы, димитры. А это вот картины, которые мы делали там, в самой Эфиопии. То есть смешивали краску, белую краску, с почвой того места, где мы находились. И немножко клея добавляли туда. И прямо на холста носили. Вот это чистая часть холста, а это половина смешанная. И вот здесь название, где это проходило. Вот это вот в Бабагаге. Это, значит, в храме Архангела Михаила. Это вот в Афгана. Михаил, у меня с вами прям перекликается, что у меня сейчас такой проект. В Италии мы собирали в разных городах именно прах тех городов, где это. И там же, ну, сейчас делаем прямо рисунки тех мастеров, как бы, чтобы дух, он же и плоть, как бы. И что там же есть вот неоплитанское, желтое, краски же из этого грунта делаются. То есть вот такая вот тема. Вот Охра там, она же тоже из этой же земли. И вот дух и буквы, как бы. Такая вот тема. Это я посылал оттуда открытки. Гумилеву, да? Ну да, там посвященные Гумилеву. Это вот какие-то фотографии мы там делали. Такие, это тоже в выставке все участвовали. Да, фантастический проект. Там диких животных не боялись. Ну, там же слоны, и тигры, и крокодилы. Крокодилы, да. Надо книгу на крокодиловую кожу. Ну, жалко крокодилов. Народ там, наверное, такой энергичный, да? Да, да, они такие достаточно энергичные люди. Вот. Все жуют этот вот кат, чат. У них он это разрешенный, официально разрешенный наркотик. И он у них в экономике вторая часть составляющая после кофе. Кофе это первая часть их богатства, а вторая это вот внутренне, это вот кат, чат, парад. Это Кения, да? Нет, это Фиопия. Фиопия, да? Ну, у нас после вашего путешествия должны появиться эфиопские книги художника. Там эфиопов каких-нибудь. Мы встречались там с художниками, там есть замечательные художники. Вот один там ведет тоже, там он преподаватель, а сам пишет картины на наждачной бумаге. На наждачной бумаге очень-таки интересная получается работа. И мы смотрели вот там, вот он художественная школа, да? Вот у нас, например, там в художественной школе рисуют натюрморт. Ну, обязательно поставят эту гипсовую голову, там, Аполлона или там Венера Милоская, ну, гипсовый шар, гипсовый куб, гипсовый конус. Вот. А у них там натюрморт стоит какой-то пакет сока, живое яблоко там лежит, какое-то что-то еще там. Ну, такой живой абсолютно такой вот. Я думал, они на скальную антилопу какую-нибудь интересуют, или крикодилов, бегемотов. Нет, там есть и очень современные художники. Вот мы там видели выставку одного эфиопского современного художника. Он из всякого вот там мусора, из выброшенных мобильных телефонов, там, из пивных пробок, из чего-то еще, делает такие портреты. Там, портрет Че Гевары, портрет там Эйнштейна. Голь на выдумке хитрая. Нет, ну, я думаю, что не он это придумал, но у него просто это получается достаточно талантливо. Достаточно талантливо, интересно. Такая большая выставка вот этих портретов, инсталляций там. И где-то у него там и книги тоже там появляются, такие вот ассамбляжные. Ну, это книгу художника вот как на бересте, а надо их на пальмовых листьях там попросить, чтобы они начали рисовать. Да, да. Что такое, все дерево такое. Это мы ужинали в эфиопском ресторане, и это вот Василий здесь изобразил 29 видов блюд, которые мы там съели. Ничего себе, я думаю, это алфавит какой-то. Ну, вот это получился такой, как эфиопский алфавит еды. Одно из блюд, например, там была такая мясная тарелка, и мясо было разной степени прожарки. То есть начиналось оно вообще с сырого, сырой фарш, и заканчивалось такое уже почти что угольками. Ну, я попробовал все степени прожарки, включая сырое мясо. Последствия, без последствий. Нас пугали, что, во-первых, мы не сделали прививки, обязательно надо было сделать прививки, обязательно там каких-то лекарств набрали, никаким лекарствами не пользовались, ничем не заболели, все, все. Ну, там начинается у них период всяких эпидемий, и начинается летом. Мы были весной, в апреле, и там это самое такое, можно сказать, благоприятное время. А потом у них начинается период дождей, а поскольку такого понятия, как мусорный бак, они не знают, они бросают мусор вот куда. Мы ехали в Харар, выехали рано, в 5 утра, еще не позавтракали, и я говорю нашему гиду, Гиру, давайте в красивом месте остановимся, и мы позавтракаем. Зачем остановиться, вы в машине завтракаете? Я говорю, нет, Гиру, мы хотим съесть спокойно, то есть завтрак для нас это не заправиться едой, а чтобы мы сели спокойно, любовались видом хорошим. Ну, хорошо, я знаю, где это будет, нашел хороший вид, действительно, мы позавтракали, ну и, естественно, весь, так сказать, мусор собираем в пакет. Ну, не, не надо, здесь оставьте. Зачем машину тащить мусор? Здесь оставьте. Я говорю, Гиру, мы так не можем. Ну, хотя бы бутылки пластиковые не берите, бутылки подберут. Ну, ладно, что берут, то подберут. И там, действительно, бутылки, это большая ценность. Мы там, вот когда фотографии с мальчишками, мы остановились, там окружила у нас эта толпа мальчишек, и один увидел, что там машина пустая бутылка. Он и там вот так бутыл. Его, он пьяный. А они вместо фляжки... Да, 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 они используют. Там у них же с водой проблемы, и любая емкость, это... Там постоянно, вот, едешь по дороге, идут такие процессии с осликами, у которых, и почему-то желтые, у них все время желтые, ярко-желтые канистры. Вот, и эти ослики идут за водой. Я знаю, почему с вами там все было в порядке, и ничего не случилось. Вас сохранила невидимая книга. Безусловно. Перед вами она все время летела, путеводная звезда. Да, безусловно. Заветное слово. Да, да. Фантастика, конечно, такое путешествие. Я надеюсь, еще когда-нибудь в Казань к нам приедете, расскажете нашим зрителям. Да, есть определенные эти самые слайды у нас есть. Где-то видео, может быть, мы посмотрим. Видео мы делали, да. Где-то выложены. Ну, совершенно точно есть выложенные видео вот об этой выставке. Это совершенно точно есть в Ютубе. Там использовались, конечно, фрагменты того, что мы снимали. Там много снимали на видео. Вот как раз я рассказывал. А, вот такие вот он делал. Вот это вот Че Гевара, который выложен из мобильных телефонов, из каких-то еще каких-то частей. Скажи, пожалуйста. А вот и петроглифы. Да, да, да. На куче песка. Ну, сандроглифы, а не петроглифы. Сандроглифы. А какие-то, допустим... Это они строят, вот этот архитектор, вот этого храма. Самый большой православный храм в Африке. Ух ты, фантазик. Из бамбука. Нет, это леса. Это леса. Вот такие вот, из таких палочек. Вот вы видели, у меня там во дворе палочки валяются. Мы на выставке их использовали, построили как бы прообраз этих лесов. Люди там срываются. Ну, ты же специалист по бамбуку, поэтому... Ну, это из эвкалипта. А, эвкалипт достаточно твердый. Он очень твердый. А это очень образованное. Ну, это... Ну, это... Субтитры создавал DimaTorzok